итак у нас итак у нас библия итак мы начинаем читать грандиозно огромный текст и перед тем как мы его начнем у нас еще не нас делает доклад о мессианство лудаизме у тебя будет долгий доклад или наконец-то прерывая последнюю традицию нормальный по 10 минут за 10 минут 10 10 минут хорошо а потом начнем читать текст и прям вот бытие будем читать как господь сотворил землю и так далее адама землю и все и все пыльное все тогда поехали не на тебе там флешки нет всем привет моя тема мессианская идея в иудаизме и мы рассмотрим для начала разберемся кто такой что такое мессия да взялось это слово это слово греческое произошло но естественно еврейского слова машина буквальный перевод помазанник в религиозных представлениях иудаизма это идеальный царь это потомок давида который будет послан богом чтобы осуществить избавление народа израиля первоначально само слово маши машин я не знаю они по-разному говорят обычно никита машах или вот как-то я слышал машах но и заслышал какие-то гетонспирологов само слово первоначально было прилагательным означало помазанный и применялась по отношению к царям израиля и иудеи всем первосвященником и даже царю киеву киеву мы помним что царь кир это персидский царь после захвата виллона который разрешил вернуться евреям на родину в иерусалим сам акт помазания что он означает это ритуал который это ритуал через помазание через помазание оливковым маслом который символизировал избрание некого лица для совершения важных общественных функций считается что помазанник получает власть от бога бог дает власть только путем благословения то есть законным путем тот кто получает власть путем незаконным тот соответственно узурпатор то есть исходным звеном идеи мессианство в иудаизме служит образ властителя возведенного на престол через специальный обряд помазания позже значение этого слова расширилась и стала применяться просто особо почитаемым лицам которые даже не подвергались буквальном смысле обряды помазания в чем особенность мессианской идеи и почему мессия должен обязательно явиться значит особенностью можно сказать мессианских чаяний является ожидание золотого века в будущем в то время как другие народы ревности относили золотой век к прошлому почему так потому что ранняя история еврейского народа она была по преимуществу истории бедствий и страданий и естественно он стал стремиться к будущему мечтать о спасителе и избавителе объяснить это можно таким образом бог любит нас он относится к нам как к любящий отец бог не оставит свой народ бог руководит историей и однажды он решит вмешаться в историю и в жизнь человеческую и пришлет на землю своего посланника первоначально черты такого избавителя они прослеживались в в образе моисея до талмуде он моисей именуется первым избавителем в отличие же от мессии мессия это последний избавитель пророки израиля верят что наступит время когда сильный духом вождь обладающий земной властью принесет полное политическое и духовное избавление народа израиль на земле а также мир благоденствие и моральное совершенство всему роду человеческому прототипом мессии стал царь давид который мы знаем из истории что он как раз превратил евреев евреев в единый сильный народ и поэтому в будущем дом давида должен поцариться вновь по версии евреев пророки предрекали что перед приходом мессии происходит происходит худшие времена всегда но после них обязательно наступит светлое будущее также они спорили кто же тем же будет все-таки мессия и некоторые не пришли к выводу что это будет некий человек наверняка достойнейший из смертных обязательно мужчина который придет и отныне станет вести еврейский народ за собой кем он может быть он может быть судьей он может быть воином-победителем он может быть царем или пророк но был один пророк исаи который сказал что нет это будет вы смотрите в общем другую сторону это будет муж скорбей гонимый и изведывающий болезни вот здесь наверное важно отметить разницу между мессией и спасителем и многочеловеком христианство что мессия да он придет он он всегда рассматривался как человек наделен какими-то сверхспособностями но он это лишь орудие бога то есть бог действует посредством мессии время как в христианстве это спаситель отдельный отделившийся от бога в общем с первого века до нашей эры идея прихода мессии она очень вдохновила массовые движения и многие лидеры скажем так претендовали на роль мессии одним из таких вождей был и шла галилеянин основатель движения зелотов вождем самого значительного из мессианских движений римского периода был барх коба его пророк акива признал мессию законно учителей талмуда разработали представление о мессии как о царе который принесет израиле искупление и будет править им в конце времен также он будет орудием бога так здесь еще интересно сказать о том что мессия в разные периоды по разному трактовался кто-то говорил что он обязательно должен быть из рода давида кто-то говорил о том что его просто должны звать давид кто-то говорил о том что он должен быть из колена иосифа который придет раньше раньше мессия сына давида кто-то говорит что мессия присутствовал при сотворении мира в принципе и вообще его идея идея мессии она предшествовала сотворению мира и и иногда мессия именуется имя шалом нет все думаю что все про последнего не расскажешь лжи мессия лжи мессия это шахтай шахтай который сатане служил нет почему сатане нет не расскажу не расскажешь сейчас попробую найти а можно я просто я слышала что еврейский народ ожидал появления настоящего мессии и что тогда они будут возрождать свое царство ну вот свою страну израиль как бы строить да и вот они ждали ждали все какие то ну как бы уже уже мессии приходили и они уже ну как бы грубо говоря ну стали все пошли строить они какой-то формальный взяли повод что все будем считать что можно строить да строить страну тут вот я просто хотела да строить они должны он должен по преданию третий храм то есть первые два храма спали и вот мессия должен прийти в том числе для того чтобы построить третий храм но они его не построили еще стена у них там стоит они плачут стена плачут стена от разломанного храма который от разломанного второго храма который император адриан а что мешает восстановить его сейчас мессииш нет то есть пока он не разрешит нельзя это сделать ну вообще вся идея построена на том что они кого-то ждут ждут кто-то придет и все будет хорошо наконец а сейчас все очень-очень ты очень словно смеешься то есть по сути они ждут некого духовного руководителя духовного руководителя административного руководителя вождя потому что это должен быть царь это может быть воин воин-победитель обязательно мужчина ну вот странно если они даже уже говорят что он был еще за сотворение мира то тогда тоже в какую-то даже божественность какую-то ему дают ну какой же он обычный человек тогда ангел получается такой ну то есть я правильно понимаю например буддизм в этом смысле справился вот этим перерождением ламы а у иудаизма и не случилось решение этого вопроса да я тоже так считаю они как будто бы застряли между эпохами они так и говорят о том что это пространственная какой-то какой-то момент между было и будет ну друзья в европейской традиции вы можете столкнуться с таким же ожиданием это называется король подгоровий кто-нибудь слышал такое ну это кажется про то что условно король Артур сбит где-то в Авалоне но однажды он вернется в горе внутри горы но однажды он проснется и всех спасет да мы ждем что однажды и таких королей очень много священных королей европейская традиция очень много короли подгоровь вы все знаете такого короля подгоровь на красной площади в Москве вот он лежит спит вот он он же не умер он спит ну как наверное конечно а второе пришествие Христа христиане ждут это тоже живут но это не совсем то да теперь про людей не относят вот Нина теперь вопрос про Христа кстати да и что с мессианством связано здесь что ты знаешь последователи Христа посчитали что вот это он и действие это мессия а иудеи сказали мне какой мессия это какой-то нищеброд да почему-то хотя у них был пророк вот я имя его называла Исаия он говорил о том что это будет гонимый свободный человек ищите в этом случае не ищите его из рук до вида но тяжело очень поверить им тяжело очень поверить что это будет какой-то гонимый болезненный то есть это должен быть великолепный человек поэтому второе поэтому второе пришествие он будет во всей славе Христос уже будет во всей славе да он будет Матроне так руки тебя тянут давай Саша впереди Саша тебе больше нравится впереди даже не знаю что такое ну Саша я хотел сказать то что я говорил уже Артему по поводу анти иудаизма и мессианства у нас в иудаизме вот мы на прошлом занятии говорили эта мысль тогда мне в голову не пришла а позже пришла вот представьте себя среднестатистическим образованным христианином европейцем да вот есть иудеи которые убили Христа судя по ветхому завету занимаются всякими жертвоприношениями отрицают мессианство Христа собираются в своих синагогах непонятно что там делают и еще и ждут прихода какого-то мессии кого они могут ждать ну конечно они ждут антихриста а значит это сатанисты я что-то читала вот раз в эпоху средневековья они не ждали ладно не ждали они просто их считали сатанистами мне кажется вообще это говорит ну вот вся эта история о том о очень сильном чувстве угнетения людей вот этой угнетенности видимо какой-то несправедливости там да прижимания книг которые ждут что кто-то придет и ну рассудит наверное как-то там да и воздаст вообще-то все сюда относится и очень сильно почему-то я не знаю почему я вспомнила сейчас про фильм ну и про фильм понятно и книга бегущий по лезвию когда вот это последнее его разочарование когда он думал что это он этот человек а оказался что он тоже робот вот это намек там ну он так понял что он ждал что это он будет ну вот этим человеком в данном случае мессией да каким-то избранным и все время ну и всегда не он получается такой этот замкнутость в этом даже если мессия придет всегда будет ну вот христос пришел и и не он ну да потому что тогда конец истории мы еще не готовы к концу истории да да все готовы это только Фрэнсис Фукуяма готов знаете да что он же издал в 90 книгу конец истории где он логически ему казалось очень убедительно доказывал что история закончилась все США это есть история Фукуяма это выразил таким образом он говорит история закончилась на бардачке автомобиля Форн типа это самое универсальное и совершенное что может существовать очень язык на современном бизнесе он такой есть он как бы отталкивается от двигателя но он говорит на этом языке чтобы ну понятно и он говорит что уже ничего совершения просто быть не может строя совершение чем США быть не может и он издал книгу конец истории за которую потом ой 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 какой институт Стэнфорд самый продвинутый университет взял его на работу он там читает одну лекцию в год ему платят за это 9 миллионов долларов ну то есть за эту книгу на самом деле он уже отказался недавно сказал я кажется погорячился кажется история будет продолжаться я слышал что он вроде бы на самом деле я не читал конечно ты читал вообще нет не не потому что я тоже конечно не читал но там вот говорилось что вообще вы так поняли не говорю что история там закончилась он просто описывал что потенциально если вот в мире наступит там везде либеральной демократии туда можно они не будут друг с другом воевать поэтому можно будет сказать что история но это так тезисы радикальные выдвигаются вот таким образом чтобы всегда можно было заднюю дать изящно сдать позицию но на самом деле фактически об этом книга книга называется конец ну то есть я думаю что это конец он все таки будущее просто потенциальный конец давайте не про эту книгу давайте вернемся сюда так хорошо еще по ну насчет исаи насколько я помню там все таки все очень туманно говорилось про то что он будет страдать и так далее это уже христиане вот они просто брать например читать евангелие там постоянно какие-то отсылки идут к пророкам смотрите вот так такой-то пророк вот так говорил и там поэтому это можно было понимать как угодно и поэтому возможно и это иудеи просто не воспринимают трактовку христиане говорят вот смотрите исаи так говорил поэтому он такой получился как Нина сказала это вызывали там очередной из миссии был в общем из-за него я забыл при Адриане как раз после Христа было очень глобальное кровавое восстание и Ешо Галилейский еще до него да 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 вот он вот и его большинство евреев действительно восприняли как миссию и вот это же восстание было под его руководством собственно говоря а когда уже Адриан прислал два знаменитых региона которые просто все смели утопили все это восстание в крови но некоторые евреи сказали что кажется он не был мессией а кто-то сказал что может он не был лже миссии может он настоящий был но типа не потянул не вытянул вот и это разрушение храма это же как раз вот знаменитая такая травма еврейского народа после которого еврейский народ очень сильно интеллектуализировался то есть теперь мы будем головой сильным а не мечом и так было до 17 века пока не пришел последний уже мессия шахтай цви вот он был крайне харизматичной фигурой совершенно такой сумасшедший человек очень интересно вообще я рекомендую если вот поищите если интересно прямо интересная история его жизнь всей как он себя показывал очень странным в школе потом там в училище короче в итоге он собрал какого века 17 века в синагоге он себя очень странно ввел он сказал что он муж как он сказал муж муж веры или муж мудрости что-то такое его там пытались бить он там оббивался короче ничего с ним не получалось это сделать от него там отец уже отказался он был совершенно какой-то неуправляемый человек крайне харизматичный и он убедил в принципе евреи со всего мира стали к нему съезжаться сказали что вот это и есть настоящий мессия мы дождались это было очень убедительно все и он повел прям безоружных евреев в турцию в стамбул он сказал я пойду встречусь с султаном и объясню ему что пора туркам оставить эту землю мы теперь это наше царство что теперь здесь будет султан его принял его очень мягко подвели к двум кольям сказали один просто заточенный второй с зубчиками заточенный такой выбираешь ему поплохело через пару часов он вышел к всему еврейскому народу и сказал знаете я тут погорячился и в общем я принял ислам только что все свободны и какое-то сногсшибательное количество евреев просто утопилось этой ночью в море и это была вторая дикая травма для еврейского народа это просто вообще ну как бы ну шаблон то таблон и после этого возникает течение в иудаизме хасидизм когда не надо интеллектуализироваться не надо бороться за что-то надо просто спокойно прикольно жить пить вино веселиться шутить и прикалываться и в этом ну однажды дождемся мессию хватит нам вот усиленно его ждать хасиды преимущества наверное в восточной части Европы в Украине в Россию Украина Польша Россия в юг кстати вот эта известная песня Хаванагила она переводится «Давайте радоваться» это как раз песня в общем-то про ожидание Машиаха угу так что-то еще тут есть по обсуждению где же мошенники биленьки в ладоши ну да все Нина спасибо все давайте друзья начинаем читать может кто-то хочет почитать чтобы это был Никита хочет почитать и так я там открыт уже хорошо открыто открыто everything будет да 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 все так сейчас Наташа, Лиза как вам? Будет холодно, если откроем фоточку? Не надо открывать? А как мы? Мы умрем Оттуда? Это тебе хорошо Через час будет перерыв Ладно, окей Уважаемые слушатели Видно ли экран сейчас? Давид, но и в экран Дом Давида Ладно, молчание, знак согласия Глава 1 Первая книга Моисеева Бытие, глава 1 Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездной и Дух Божий носился над водою И сказал Бог Да будет свет И стал свет И увидел Бог свет, что он хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем А тьму ночью И был вечер И было утро День один Наверное, каждый абзац читаем В такой великолепной дикции И интонации Надеюсь, это не ирония Нет, это не ирония Я считаю, что тебе надо читать Аудиокниги И обсуждаем Я могу сказать про этот абзац Я знаю, как в оригинале звучит Вот этот самый первый стих Звучит как Берешит Бара Элохим Эдга Шамайен Ва Эдга Арет И мы, кажется, уже обсуждали На одном из предыдущих семинаров То, что Элохим Означает Боги При этом Сотворил Говорится В единственном числе То есть Вначале Сотворил Боги Небо И землю Ну и, соответственно Светские Исследователи Видят в этом следы Изначального политеизма А христианские толкователи Говорят, что это такое Очень таинственное Это очень таинственное Обозначение Троицы Изначальное Вот Христианские толкователи В самом первом стихе Уже есть обоснование Троицы Да Ну, собственно Если Такую Схоластическую Такую традицию Наверное, еще Наверное, еще До схоластской Традиции Получается Была Такого Вот, Василин А тебе ответ Не одинокий Он не одинок Их трое Мне так хорошо Им очень хорошо Сразу Изначально было Нет, их трое Но он один Ну, да Ну, там еще Месье где-то Да нет, подожди Это еще больше Одиночество Если их трое Он один Так же Опять же Я ничего не знаю За его детскую Традицию Толкования Могу говорить За христианскую Небо и землю Означает В принципе Ну, обычно Трактую, как обычно Мир нематериальный И мир материальный То есть небо Это, соответственно Ангелы всякие А земля Это просто Вот Наша реальность Которая Она вначале Это просто Вот мы видим Здесь написано Земля была безбитна И пуста И тьма над бездной То есть это некий хаос Непонятно что Месиво Даже не первичный бульон А вот что-то такое До большого взрыва Состояния Материи А потом раз И В этом Непонятно чем Начинают наводить порядок Но вода есть Ну, явно Но вода Это получается Тоже как некая Первичная субстанция Ну, это очень такое Спекулятивное Трактование Да, то есть Очень позднее Позднее Да, вот тут Архаизмом Веет От этих строк А такие вот Как будто бы Мы примудрые евреи Да И скорее примудрые Но Да Интересно Что Можно Логически Спекулируя Сказать здесь Что если Вода Это ничего То значит Для человека Того времени Мир Физический Это не вода Так Я не понял А почему вода Это ничего Да Но Вода Не считается Этим самым Вода Не считается Землей В плане Где можно жить То есть Они же тогда Еще не могли Ходить Далеко По морю Они вдоль берега Все ходили Очень долго То есть Вода Это некая Бездна Которая Олицетворяет Ничто А земля Это именно Вот земля Твердая Вода Это ничего Земля Это что А вы встречали Такие Я не помню Кто это записал Какие-то Этнографы В русских Деревнях Сотворение Мира Всякие Такие Старики Бабки Рассказывали Что вот Бог На лодочке Плыл По воде И ему Встречается Уточка А уточку Зовут Сатанаил Это очень Смешно Да Почему же Сатанаил Все не Леонид Уточку Вот И она Говорит Давай нырять И она Говорит Ныряла И принесла Ему Землю Со дна И он Давай Лепить Из нее Лепил Лепил И налепил Землю Вот Это Русский Вариант Бутия Сатанаил Уточка Сатанаил Я хочу Так Сынов Уточка Сатанаил Двойное Имя Уточка Сатанаил Ладно Ну в общем Я В прошлый раз Говорил Думаю Вы помните Откуда Эта вода Взялась То есть Это все Таки Слизано С Вавилонских Мифов 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 Да Что-то Не Удался И Там же Тиамат Соленая Вода Изначально Была Она была Изначально До всего А потом Раз И начинаем Наводить порядок Появляется Свет То есть Нет ничего Есть некая Бездна Раз Это бездна Озаряется Неким Светом Который Потом Уже В поздних Каббалистических Традициях Уже Стали Говорить Про Некий Изначальный Свет Суть Делом Каждого Мага Является Познать Который Ну Я Сразу Скажу Что Каббала Это Совмещение Каких-то Иудейских Магических Практик С этими Пифагорейскими Каббал Это нечистые А потом И христианство С христианством Она как-то Стала Уже Связываться Ну Так Позднее Новодел В общем-то Ну Средневековье Ну Да Средневековье Ну Погнали Так Назвал Бог Свет Днем И тьму Ночью И Вечер И было Утро День Один То есть Тогда Уже Появилось Разделение Дня И ночи Разделение И Собственно Все Это творение Мира Оно идет Дальше Через Некое Разделение Одного От другого То есть Такое Дедуктивное Творение Происходит От общего Идем К частному И Сказал Бог Да Будет Твердь Посреди Воды И Да Отделяет Она Воду От воды И Создал Бог Твердь И Отделил Воду Которая Под Твердью От Воды Которая Над Твердью И Стало Так И Назвал Бог Твердит Небом И Был Вечер И Было Утро День Второй Ну почему Твердь Это Небо Ты когда Маленькая Была Ты не была Уверена Что Небо Твердое Я просто Помню Я был Уверен Я спросил Маку Небо Твердое Она говорит В смысле Небо Не твердое Небо Это пространство Небо Это Свод Черепа Гиганта Нет Ну вот Но если Черепа Гиганта Значит Твердое Все-таки Нет Вообще Просто Мягкий Гигант Это у Викингов Просто Было Это Выход Не просто Мы еще Все равно Как-то Даже с детства У нас же такая Научная картина мира Так или иначе В нас закладывается Банально Там не знаю Через какие-то Очень популярные фильмы Через какие-то Энциклопедии Через Кто-то Другие Рассказывает А если брать Сознание Древнего Человека Который Ни о чем Таком Даже не то Что Не слышал Он даже Подумать не мог Таком Что небо Это какой-то Там газ Еще Оно Высотой Несколько сотен Тысяч Ну Во-первых Само понятие Пространства Оно Не совсем Простое Это очень Сложное Абстрактное Понятие На самом деле Да И для Еврея Древнего Который В принципе Это была На тот момент Культура Такая Ну Пастушеская По сути Даже Не На момент Создания Этой книги Это было Достаточно Примитивное Общество Не в плохом смысле Примитивное Я не хочу Ничего Да Не хочу Ничего Чувства Оскорбить Но оно было Менее даже Развито Чем Общество Египетское Например Вавилонское И так далее Поэтому Но И поэтому Их восприятие Было Таким Да нет Небо очевидно Тверд Вспомните Все эти Кольца Ранних Электрических Философов Металлические Кольца Эти все Если бы Я думала Что небо Это тверд Я бы умерла Так бы Мне хотелось Там пробежаться Как бы Я жила Потом После этого Пока Вапсу Знаете Я хочу Быстро Двигать Артем Замени меня Пожалуйста Неплохо Мерлина Спасибо Так Ну это Не Ну небо Тверд Это очевидно Давай Мне хочется Сказать Как я Вообще Впервые Услышала Что вот Небо Это тверд У меня Конечно Все идет Через призму Искусство Но одна Из Уже Умерших Но все-таки Можно сказать Относительно Современных Исполнительниц Которая пела На руссконародном Таком Ладу Под Экспериментальную Инна Желанная Нет Нет Атлантида Атлантида Project Назывался А знаю Ну конечно Да И она Пела В том числе Стихи О том Что все Что есть Мягкая земля То чего нет Небесный Отвердь Кажется так То есть Это такая метафора Передающая Как раз Ощущение То чего нет Небесный Отвердь То есть Ну и там Очень большой Длинный стих В целом Да Прям Две составляющие Целова Там То-то-то-то Все это Народный Распех Ну В моем Ощущении Вот это Небесный Отвердь Это как Нечто Неизменное Относительно Большого Количества Изменений Происходящих Здесь На земле То есть идеальное Ну Абсолютное Относительно Идеальное Относительно Нас Идеальное Слушайте Нет Ну подождите Не смысле Нет Я согласен Но давайте Вот Просто возьмем Действительно Глазами Древнего Пастуха Посмотрим Широта Родного Края Очень широка Это широта Они в пустынях В степях Живут И очень далеко Я все равно Вижу Что-то А там Я не вижу Ничего Ну в смысле Газ Ну да Я бы что-то Видел Ну а за этим Газом Что-то Он же прозрачный Газ Ну за ним Там что-то Есть же Я бы увидел Если бы Далеко Ну и все Вот она Такая штука В нем Она освещена Ночь Она не освещена Да Ну вот это Мне понравилось Классно Мне очень хочется Добавить еще Что по-моему Не скажу Что во всех Но в очень многих Языках Я встречаю Что воздух Дух Это есть Однокоренные Ну вот да То что Про греческий Мы когда изучали Там Как там Психус Да Или что там было Дышать Глагол Дышать То есть Что воздух Всегда Был Ну как Я так сейчас Скажу Является Синонимом Духа Души И поэтому Мне кажется Является Некой Твердию Как фундаментальным Ну то есть Все таки Первоисточником Что ли Одним из Таких Важных Составляющих Первоисточников Насчет Насчет воздуха Как синоним Души Я думаю Мы просто В принципе Самопонятие Воздуха Замоем Через дыхание Собственно Душа Дышать Это явно Уродственные слова И спустить дух То есть Имеется ввиду Ну если человек Дышит Он живой Человек Престал душать Все Духа нет Он не дышит Причем очень интересно Что процесс Самоосознания Или мышления На самом деле Абсолютно Никак Не похож На дыхание И на воздух Летящий То есть Он как Все таки Отдельное явление Несопоставимое Опять же В архаичном понимании Мне кажется Сложно было Людям Это отделительно Они вряд ли Знали Что такое Самосознание Я бы не была Так Что они Этого Не знали В нынешнем Понимании Я думаю Что они Все таки Не совсем Об этом задумывались А насчет Ну просто Само слово Твердь Небесная Оно все таки Изначально Ну такое Мы все знаем Его из Библии Насчет Твоей отсылки К твоей Певице То есть Она понятна И все таки Используется Библейская метафора Потому что Наш язык Литературный Он Ну по сути Он построен На таком Библейском тексте Библейских отсылках Наши пословицы Наши Наша Литература русская Она очень К своей сути Такая Особенно Если брать Толстого Или Достоевского Это очень Такое Выращенное Христианство Выращенная Библия Литература Плюс Плюс вот эти Сказочки Русские Старые Они ведь тоже Я не знаю Насколько Они Ну да Но они тоже Там вот В ее Конкретно Творчестве Отражены Ну да Там залез Какой-нибудь Чувак На небо И пошел По нему Ходить Это Нормально И сказал Бог Да Соберется Вода Которая Под небом В одно Место И доявится Суша И стало Так И назвал Бог Сушу Землею А собрание Год Назвал Морями И увидел Бог Что это Хорошо Что интересно На этом абзаце Второй день Не закончился Мне нравится Третье Трогательное Окончание Абзаца Когда он Видит Что это Хорошо Классно Ты представляешь Я художник Хорошо Весьма Во многих Я остановился Классно Получилось Я все Я все В этом Наши полномочия Все И сказал Бог Да Проистрастит Земля Зелень Траву Сеющую Семя Дерево Плодовитое Приносящее Породу Своему Плод В котором Семя Его На земле И стало Так И произвела Земля Зелень Траву Сеющую Семя Породу Ее И дерево Приносящее Плод В котором Семя Породу Его И увидел Бог Что это Хорошо И был Вечер И было Утро День Третий Что Спешить Начали Нет Пить нельзя В кадре Что Пить в кадре Нельзя Цвет Написать Третий В стаканчике Таким Кулочек Пакетчик Поехали То есть Здесь Здесь у нас Мы Видим Как мир Потихоньку Начинает Оправляться Сначала У нас было Абстрактное Небо Мы отделили Небо От земли Свет От тьмы Потом Вернее Сначала Бог отделяет Свет от тьмы Потом Он отделяет Небо От земли Теперь Он уже Вот в этой земле Под небом Начинает Разделение Суши От воды Потом На суше Соответственно Он уже Начинает Отделять Землю Так сказать Почву От Растительности Начинаются Первые Живые Существа Появляться Но Пока еще Растения То есть Он отделяет Такой лесенкой Одно От другого Отделил Например Свет от тьмы Тьму Он оставил В покое В свете Он отделяет Что-то еще Это тоже Что-то Вот например Условно говоря Что-то Что слева Он оставляет В покое Дальше Не трогать То что справа Он дальше Продолжает Делить Дихотомия В этом смысле Очень интересно Насчет Твердия Небесной Она как будто Представляется Целым В отличии От твердия Земной Которая Начинает Дробиться На то Части И так же И тьма Как будто Вот есть Тьма Типа Вот А в свету Вот эта вся Штука Составная Как будто Можно ли Сказать Что здесь Получается Что то Что еще Способно Плодоносить Да Или как-то Способно Поделиться Он это делит Он делит То что Способно Рожать Да Да То есть Жизнь Получается А то Что не способно Рожать То он Не трогает Оставляет Оставляет Как твердь Как раз Получается Как уже Не ну смотрите Вообще Он отделил Живоду От суши Но дальше В четвертом дне Нет В пятом дне Он вернется К воде К воде вернется Да К воде вернется Все таки И в принципе И небо Он тоже не оставил На самом деле Какое Да Потому что И сказал Бог Да будет Светил на тверде Небесное Для отделения Дня от ночи И для знамений И времен И дней И годов И да будут они Светильниками На тверде небесной Чтобы светить на землю И стало так И создал Бог Два светила Великие Светила Большая Для управления Днем И светила Меньшая Для управления Ночью И звезды И поставил И Бог На тверде небесной Чтобы светить на землю И управлять Днем И ночью И отделять Цвет от тьмы И увидел Бог Что это Хорошо И был вечер И было утро День четвертый Есть у вас Какие-то мысли По этому Отрывку Тут Интересный Мне кажется Момент Что Здесь Все время Здесь вот указывается Для чего Это было сделано То есть Они не просто так Были созданы Эти светила Они все Уже изначально Функционально Усвоил Для управления Днем И ночью Были созданы Два светила Да и более того Для отделения Дня от ночи И для знамений И времен И дней И годов То есть Вообще Интересно Какое Светила И звезды Ну да Звезды Луна Солнце Звезды Луна И солнце Два светила Великие Светила больше Для управления Днем И светила Меньше Для управления Ночью И звезды То есть В чем вообще Мне Интересна Такая особенность Как ретно Библейская Концепция Творения То что Мир здесь Он творится Не просто так Он творится Для человека Для его удобства То есть Если Опять же Более Старинных Религиях В языческих Верованиях Человек Это часто Что-то побочное Просто Забухали боги И придумали человека Особенно говоря Ну Артем Может не это править Если Не совсем Прав Но они Сейчас Я тогда быстро Если вспомнить Энума Элиш Они сделали людей Чтобы те работали Боги устали После сотворения мира И любили спать А работать кто-то должен Поэтому давайте Сотворим людей Здесь получается Что Бог Это Человек Это цель Кварения И мир Он для его удобства Делается Под него Делается Как получается Что-то у меня не получается Что-то Он сначала Создает В предыдущем В предыдущем Деревья Которые будут Плодоносить Потом он создает Штуки Светила Днем и ночью Которые будут Знаменить И отделять День от ночи То есть Он как будто бы Ну если говорить На языке Не знаю Современных художников Творит интуитивно Или же Ну то есть Как будто бы Он творит-творит А потом В конце Все-таки Обозначится Вот эта точка Которой Оно было Возможно Да Еще не было Замысла Человеки Тут нигде не сказано То есть Замысла Может быть и не было Если не сказано То не говорит Что не было замысла Что это все Для человека Да Да Поэтому это Для кого знамение А не знаю Просто чтобы были Для кого-то Ну просто Этот момент То что для времен Дней и годов То есть Это все-таки Уже для человеческого Допусты идет Вы очень антропоморфно Мыслите Господа Не как обычно Антропоцентрично Да Я думаю Что здесь Может быть Счасть С плодоносящими Растениями Потому что Растение Оно же не просто Так Кладоносит В определенные Периоды А зачем И знамения Да Чтобы знать Когда Да Чтобы знать Но здесь даже Не знать Когда А вот Он как бы Можно предположить Что пока Он вот это Грубо говоря Время не придумал Они плодоносили Хаотично А теперь Они начинают Плодоносить В период И еще Интересно О чем Я сказала По поводу Того Что Земля Родила Дерево Ну то есть Это все Появилось Из земли А на небо Он как будто Ну взял И прилепил Типа Светило То есть Не сказано Что небо Рождает Ну создал Создал Ну то есть Но Земля Ну вот Что там Земля все-таки Родила их Ну то есть Есть отсылка К тому Что из нее Это появилось Ну а Небо Он просто Как бы Ставил Он это создал Заходит Исходит То есть Нет ощущения Что оно Рождается С неба Ну Как будто Саму Постим Отделим Уважаемые коллеги Я хочу Подменить Галю И попросить Чтобы вы говорили Погромче Иная Говорите Вот как раз То О чем Ты говоришь Что он Как бы Создал На небе Вот эти Светила Да И получается Они все равно Знаменуют Земле То есть Эти светила В любом Случа Являются Частью Тверди Отныне Ну Скорее всего В сторону Тверди Да То есть Это даже Некая такая На самом деле Азбука Морзе То есть День Ночь День Ночь Цикл Луны Да Который Там Меняется Это Как набор Знаков И символов Очень похоже На набор Знаков И символов Для Земли Кто бы там У нас уже Не был создан Плодоносящие Деревья Да Или Соответственно Все остальное Ну короче Да Я согласен Да Получается Чтобы читал Тот Кто на земле Да Это по-любому Для земли Потому что Кто еще Да Но если вернуться К твоему же образу Который мне нравится Вот у тебя есть Холст И ты же не думаешь Ты творец И тебе вот Хочется здесь Но ты не всегда Думаешь про Соотношение Элементов На этом холсте Не всегда Тебе Тебе вот тут Не хватает этого И ты это даешь А дальше уже Ну Хоть бы С этим Как-то рефлексируешь Я бы сказала До какого-то момента До какого-то момента Но изначально Не всегда Ну Мне кажется Интуитивность брать За Ну Гипотезу Да Ну мне кажется Что художники Вообще В принципе Творцы бывают разными И кто-то творит Сначала план Вначале На кедап А кто-то творит Интуитивно И как действует Господь Бог Ну Мне кажется Если брать В принципе Текст книги Эти книги Там все очень Системно Описывают Там постоянно Там если Брать последующие Книги Там есть Например Подробное Описание Нового Ковчега Там постоянно Описывают Какие-то Технические Конструкции Очень подробно Каких они Размеров Всего То есть Здесь очень много Внимания к деталям Идет Которые нам Сейчас Будут Казаться Скучными И сказал Бог Да произведет Вода Присмыкающихся Душу живую И птицы Да полетят Над землей По тверде небесной И сотворил Бог Рыб больших И всякую душу Животных Присмыкающихся Которых Произвела вода Породу их И всякую птицу Пернатую Породу ее И увидел Бог Что это Хорошо И благословил Бог Говоря Плодитесь Размножайтесь И наполняйте Воды В морях И птицы Размножаются На земле И был вечер И было утро День пятый Интересно А ведь и правда Сначала Как бы Рептилии Присмыкающиеся Рыбы И птицы Сначала растения Потом получается Мир Водный мир А потом этот водный мир Вылез на сушу Да Да Прямо Эволюция Да По эволюции Да Да Только единственное Тут Очередное сотворение Светил Небесных Немножко Но с другой стороны Можно сказать Что например Моисею показывали Все это И небо там было Чем Небо было Какой-то Пеленой закрыто И поэтому Он не видел Там ни солнца Нет Интересно Сколько для Бога Длится День Ты про индуизм Споминаешь В Новом Завете А ты первый день Имешь Первый день Ну вот Первый Второй День А сколько Если говорить Про эволюцию Ну сколько Длилось Это все Это второй день Идет Это четвертый День Пятый Это запятый Пятый Ну вообще Как бы Слово Которым Слово Которым Обозначается День Здесь Оно может Означать Просто промежуток Времени Но тут Уже Как бы Разные Трактователи Тоже Потому что Есть Молодоземельные Креационисты Которые говорят Что да Это слово Может обозначать И день И просто промежуток Времени Но оно Везде В Библии Обозначает Именно день А те Кто более Скажем так Либеральные Трактовщики Они говорят Типа Ну Какая Не обязательно День Это день Это просто Какая-то эпоха Может быть Иная Отвечая Отвечая на вопрос Гали Мне хочется Сказать А что если День для Бога Это стадия Бодрствования То есть Вот это Все время Условно говоря Ну То есть Что такое День Да Это же Фаза Бодрствования То есть Как Бог Отделяет День От ночи Своих Ну От своих День От ночи Это же Левая Что Потому что Он всегда Будет Что он Спит Он же Не человекоподобен Тогда Почему День Ну да Для чего Это периодизация Если он вечен Для чего Ему Периодизация Откуда Она взялась Это люди Писали Ну да Ясно Если Так Я согласна Сыной В этом смысле Божественность Иная Божественная Как это Скажать Сложный момент Для Миницы Сейчас Я скажу На Я скажу Наверное Потом Саша Там Слово Я думаю Периодизация Здесь Ну просто Потому что Некоторые Как сказать Мы можем Разделить Воздотворение На творение Того Или Другого Оттуда Периодизация Идет Есть период Когда творится Свет Есть период Когда Создается Свет Отделяется От тьмы Есть период Когда Суша Отделяется Земля Отделяется От неба Когда Суша Отделяется От моря Дальше У нас Уже Несколько Эпох По созданию Уже Живых Существ Идут То есть Периодизация Именно Для нашего Удобства В данном Смысле Александр Возможно Здесь стоит Не с точки Зрения Периодизации Посмотреть А с точки Зрения Той Что он Создает Противоположные Моменты Если вспомнить Тот же Апиерон Из которого Создавались Противоположности Точно так же Он создает Гений Ночь Который Противоположно Другому Он прям Делит На противоположности Получается Что он не Оставляет Противоположности В покое Получается Что он К этим Противоположностям Возвращается Просто в один день Он с одной Противоположности Поработал Другой День С другой Тут тоже Получается Чередование Сначала Тьма И свет Потом Ну ладно Тьму и свет Про тьму Здесь дальше Ничего практически Не говорится Разве что Про деление Дня от ночи Но уже Небо Сначала На земле Поработал Два дня Сушу Создал И зелень Потом На небо Залез Потом Вернулся Опять К воде Потом После воды Возвращается К суше Уже Шестой День Вот хочется Мне здесь Отметить Два момента Еще раз Сказать Про Вот этот День И Что это За день Такой Ну то есть Почему он Не говорит Там Почему он Обозначает День Но не Обозначает Ночь Меня это Наводит На мысль Что Ночь Это нечто Такое Как В сравнении С небытием То есть Его можно Не называть Он назвал Он назвал Свет днем А тьму ночью Я имею ввиду Каждый Каждый отрывок Который мы читаем Он обозначен Как День Первый День Второй И был вечер И было утро Еще есть Такой момент Но это Только в момент Когда он сотворил Их Нет Дальше После каждого дня Говорится И был вечер И было утро Причем же Получается Что у евреев Что у христиан День вообще С вечера Начинается То есть Например Шаббат Люди Перестают Работать С вечера Постные Дни Все начинаются С вечера У православных Например Интересный момент Бывает Когда утренняя служба Служится вечером Таким К тому В принципе Богослужебный день Он тоже Начинает С вечера Потому что Традиционная Литургия Она создает Из двух частей Вечерняя И утренняя служба Всеночная Да Все ночные Всеночная Это часто Даже не всю Ночью Это просто Вечерняя Служба Какая-то Ну и еще Мне хотелось Обозначить Момент Когда вот В этом всем Скажем Назвем это Мироздание Которое он уже Создал Где были Вот эти День и ночь Светила И деревья Плодоносящие И воды Тут Он туда Значит Запускает Птиц Которые Будут Полетели По небесной Тверде И присмыкающихся И рыб Которые Наполонили И начали Размножаться И плодиться Оживлять Как бы Земную Воды Землю Для меня Это очень Похоже В какое-то Напоминает В дыхании Жизни То есть он Создает Существ Которые Теперь Будут Постоянно Воспроизводить Жизнь И производить Движение В той Части Которая Является Как вот Например Атлантида Спела Мягкая Земля То есть Что там Происходит Постоянное Движение Вот это Отныне Тоже И получается Он благословляет Мир Он говорит Мир Ты прекрасен И он И вот Вот эта фраза Планетис Разно Жазец Она тоже Стала Потом Мемом И Дальше Она будет Сказана Про людей Но сейчас Мы до людей Практически Дошли Пока Этот мир Создан Для Присмыкающихся Птиц И рыб Ну то что Для С ними С ними Да И они Принадвежность Это о чем Мы говорили Для человека Чтобы он Понимал Пока Для них Да Еще Мы не остановились Но тут Получается Идет Такое Очень Не знаю Мне очень Нравятся Эти образы Они такие Очень Мощные Что же Очень Вдохновляющие И сказал Бог Да произведет Земля Душу Живую Породу Ее Из Скотов И гадов И зверей Земных Породу Их И стало Так И создал Бог Зверей Земных Породу Их И скот Породу Его И всех Гадов Земных Породу Их И увидел Бог Что это Хорошо Ну гады Это Понятное Дело Присмыкающиеся Если вдруг Кто не знает Нет Присмыкающиеся Уже были Нет Были Земноводные Сейчас Присмыкающиеся Ну хотя Тоже Там До произведет Земля Присмыкающиеся Душу Живую Ну тут Видимо Но здесь Наверное Гады Это все-таки Человеки Какие-нибудь Ну змеи Змеи Обычно Под гадами Змеи Сказал Что это Хорошо Ну гады Это вообще Змеи Ну да То есть Змеи Это не Присмыкающиеся Наверное Присмыкающиеся Там У него Имелось Ввиду Тех Которые В одежде Ушки Всякие Динозавры Ну то есть Амфилии Ну кстати Возможно Тут он просто Дает Динозавров И тут Мы сделали Попал Да А потом Произошла Ядерная война В 18 веке И все уничтожило И поехали дальше И сказал Бог Сотворим Человека По образу Нашему И по подобию Нашему И да Владычествуют Они Над рыбами Морскими И над птицами Небесными И над скотом И над всей Земле И над всеми Гадами Присмыкающимися По земле То есть Для чего Человек Создается Чтобы Владыч Ростов Всем А не просто Работал И сотворил Бог Человека По образу Своему По подобию По образу Божьему Сотворил Его Мужчину И женщину Сотворил Их И благословил Их Бог И сказал Бог Плодитесь И размножайтесь И наполняйте Землю И обладайте Ею И владычествуйте Над рыбами Морскими И над птицами Небесными И над всяким Животом Присмыкающимся По земле И сказал Бог Вот Я дал вам Всякую Траву Сеющую Семя Какая есть На всей Земле И всякое Дерево Которого Плодь Небес Древесный Сеющий Семя Вам Земным И всем Птицам Небесным И всякому Присмыкающемуся По земле В котором Душа Живая Дал ей Всю зелень Травную В пищу И стало Так И увидел Бог Все Что он Создал И вот Хорошо Весьма И был Вечер И было Утро День Шестой Пока я Ничего Не слышал О том Что мужчина Выше Женщины Здесь Такого Здесь Кстати В начале Именно Вот этого Абраса Сотворим Он там Во множественном числе Два слова Потребляет Мы же Обсуждали Образу Нашему Мы обсуждали Что богина Сотворим Глагол Был В единственном числе Здесь наоборот Бог Говорит Сотворим То есть Глагол Во множественном числе Он же дальше Потом Много раз Так будет Делать Интересно В 20 веке Даже желает Традиция Когда царь Про себя говорил Во множественном числе На мы это понятно Нет На мы То есть Оттуда Видимо Идет Традиция Мы Божьей милостью Царь Польский Польский Ивзра Российский Мы сейчас расскажем Вам Что происходит Да Во-первых Очень Очень Не могу Не поделиться Этим смешным Мемом Возникшим В моей голове Что Как художник Художнику Хочется сказать Что вовремя Нужно остановиться Когда Начал Того Ис про людей И все Такое Ну ладно Если Передвигаться Дальше То Мне кажется Что здесь же Нету Никакого Указания На то В какой форме Существует Бог Нету Соответственно Я так подозреваю Что чем больше Он создает Тем больше Он существует И поэтому Его уже много То есть Вот здесь Видимо Его как минимум Уже не один То есть Вот в этих Противоположностях Вероятнее всего С ними Он и творит То есть Уже Отделяя Себя От себя Как бы Отсекая Таким образом Противоположность Обращается Уже В множественном Числе Между собой Вот это Понятие По образу Божьему Ну да Вот я в этом Тоже Оно очень Мемное Так сказать И много Копий Об него Разбито То есть Опять же Традиционно Наверное Христианское Я так думаю Что иудейской Толковании Все-таки Образ Здесь не физически Имеется ввиду А имеется ввиду Некое Творческое Начало Ну вот Обычно Опять же Христиане Как трактуют Образ Божий Значит Свобода Воли Творческое Начало Да Тело Тело И не тело У человека Там же есть Да Он сотворил Из глины И вдохнул Но это Чуть позже Было Потому что В самом начале Дух Божий Носится над водами Дух Божий Дух В этой форме То есть изначально Дух То есть первая материя Получается Здесь Воздух Как заманчиво Прямо как говорил Анаксимен Кто говорил Что воздух Первый Анаксимандр Анаксимандр Или Анаксимен Просто Полет Полет Анаксимандр Анаксимандр Сказал Абейрон Анаксимен Сказал Следом Воздух Вот получается Да Мне Вот это мы Сейчас То что мы Сейчас прочитали Это первая глава Первой Болезки Книги Книги Бытия И мне Она кажется Если честно Каким-то Даже Несколько Повествованием Сколько Гимном Как будто Вот здесь Вот просто Вот такое Как сказать Восхваление Что Да Некая песня Как будто Что вот Такая Знаете Бывает В мюзиклах Каких-то Идет В самом начале Какая-то Песня Которая Как-то Описывает Подводка Да Такая Подводка Идет Здесь Как будто Какой-то Некий Гимн В котором Рассказывается Что Восхваление Бога За то Что Он сотворил Мир А дальше У нас Идет Так Мы Обсудили Этот Раздел Идем Дальше Голова Вторая Так Совершены Небо И земля И все Воинство Их И совершил Бог К седьмому Дню Дела Свои Которые Он делал И плачил День Седьмой От всех Дел Своих Которые Делал И голосовил Бог Седьмой День И осветил Его Ибо Он Почил От всех Дел Своих Которые Бог Творил И созидал Так Появился Шаббат Так Появились Выходные И с тех Пор Мы Шесть дней Работаем И воскресенье Отдыхаем Но Проклятые Большевики Сделали так Что мы Пять дней Работаем Это Седьмой День Да На самом деле Это уже После войны Сделали Пять дней Если не ошибаюсь Да Шубода Седьмой То есть Первый день Воскресенья Да нет Нет У них Нет Воскресенья Какое Воскресенье Нет Никого Воскресенья Кстати У англичан Первый день Воскресенья Да Да Точно Ну так Понедельник Второй Ну у них У них вообще У них вообще Такие языческие Названия Дни Сандэй День солнца Получается Да У них все языческие Да Мандэ День луны Тор Тора Видел Четверо А в смысле Да Нет Нет А подожди Сандэй Манк Уз Уэнсдэй День Одина День Водана Да Сэрсдэй Четверг Потом День Тора Да Потом День Этой Фрейи Только по одному Говорите пожалуйста Сатурна День Сатурна Возможно Там написано Сатурн День И Воскресенье Воскресенье Мы уже говорили Сандэй А Это же солнечный день День солнца Получается У них В отличие от нас У нас Все Христианское Понеделье У нас Неделя Воскресенье По-другому Называлась Неделя 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 Седмица Седмица Например В христианском Богослужебном Календаре православном. А воскресенье называется неделя. Неделя о блудном сыне, неделя о мытаре-парисее. То есть имеется в виду какие-то тексты евангельские, которые читаются в воскресенье. День для богослужения. Получается так. И для духовной жизни. Погнали. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человек для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Все лица земли или все лицо земли. Я не вижу отсутствие выходило. Я не вижу. Я Артем. Да, кстати, я еще момент забыл сказать. Артемий. Артемий. В конце первой главы, получается, был момент, что Господь дал питание людям все плоды и растения, и животным Он тоже дал питание все плоды и растения. То есть, в раю все были вегетарианцами. Ну да, животные только плодились и размножались, но не ели друг друга. Такое первичное райское состояние. То есть, здесь Он тоже, получается, создал полевую траву, полевую траву, которая еще не росла, потому что, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Тоже интересный момент. То есть, человеку... Ну, он должен возделывать, но он владеет все равно этой. Ему землю дали, чтобы он ей правил, чтобы он ей распоряжался, как его собственность такую. Честная собственность, скажем так, появилась. Земля как собственность человека создана и как подарок для него. Не, подожди, не собственность, получается, а дана в управление. Да, собственность все равно Бога. Нет? Ну, власть владеет же, как говорится. Если вернемся... Возделывать. Тут вопрос, что такое владеть. То есть, быть управляющим или быть... Власть. Власть. Блин, у меня, если честно, нет вообще ощущения, что об этом, что есть здесь какой-то намек на это. Тут, скорее говоря, это родительская позиция. Ты же не владеешь своим ребенком. Он как-то радуется над этим, что он это создал. Нет, я имею в виду, человек владеет тем, что ему дали, или он... Ну, временно пользуется. Ну, просто ты продолжаешь, это все равно все. Владычествуете, получается, надрывы. То есть, Бог создал... Вот он создал... Над тем, то есть, ну, выше как бы того. Ну, как минимум, да, как минимум наличие в сознании. Да, но он создал, это его творение, это его произведение искусства собственное. Ну, кстати, да, наличие в создании получается, да? А не в том смысле, что он стал гластелином. Человек... Ну, это не для того, чтобы он возомнил, что он это все осталось. Нет, ну, получается, человеку он дает... Ну, вот он создал это искусство, произведение искусства, да, и создал того, кто будет этим владеть, распоряжаться. И просто обоих будет сидеть и наблюдать, и радовать, как же все красиво, как все прекрасно. Мне кажется, вот, произведение искусства, например, да, подарили... Нет, не подарили. Вы сделали картину, но теперь нужно, чтобы кто-то ходил с тряпочкой, с педастром, да, там, этот самый пыль. Вот это так, как-то есть владение. Нет, но он протирал пыль, но он все равно... Он владел этой картиной... И он тоже... Только протирать пыль, он же тоже наслаждается. Он не то, что раб такой. Он хозяин, он все-таки владелец этой картиной. Подождите, но он же вообще должен... Их же тоже создали, они же тоже часть этого произведения искусства. Я что-то не могу понять. С одной стороны, да, но с другой стороны... Но они созданы для того, чтобы они всем остальным владели, получается. Для того, чтобы землю возделывать. А там было право сделать, кстати? Да, только что было. Или мы придумываем? Да, только что было. Не было еще их для возделывания земли. Ну, то есть, получается... Вот, я... Коммерческую составляющую, мне кажется, вы ходите. Мне кажется, он дар дал человеку. И человека назначил пользоваться. И в ответственность. Распоряжаться. Ты все равно остаешься в экономической парадигме. Никуда не денешься. В дар, но и в ответственность, получается. То есть, это не... Пластвует. Он даже бы сказал про власть. Вопрос. Платы. Ну, власть тут подразумевает... Да, да. Власть, наверное, тут подразумевает все-таки ответственность. Это не просто вот тебе дали все твои рабы. Ты должен все-таки об этом заботиться. Ну, да, и получить, да. То есть, возделать, чтобы что-то выросло. Да, чтобы ты должен быть господином, получается. то есть там чудесным образом газировка из крана не течет да, то есть ты распоряжаться должен вроде райский сад, а крана нет ну, будь добр да, но тут получается потом мы увидим, что все-таки труд в раю тоже был немножко не совсем давай попробуем предоставить этот момент да, давайте без спойлеров пока что и создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек век душою живою а до этого? что такое прах земного? это просто из вавилонской это не володьи это вавилонская, из пыли сделали ну там как там, это богиня их она замыслила взяла щепотку глины и создала ну я думаю, как я сказал, мне кажется то, что было в первой главе, это такая песня прелюдия, а здесь уже начинает драматическая такая история да, то есть тут просто уточняется более детализируется то, что было до этого и насадил Господь рай на вид и хороши для пищи ну сад, сад, да, на то он и сад кстати говоря ну да, кстати, потому что там бурейные все как ботамический сад да, рай это огороженное место получается сад и человек ну вот он создал это и человек отправил туда жить такой вот ну человек здесь получается как некий царь этой земли и это царские царь сады да, царские угодья но там есть уже вот это древо познания да тут у нас уже начинается такая завязка последующей драмы под названием человеческая история это все напоминает когда это самое помните фильм господи, кого, забыл про Денинский лагерь посторонний вход воскрещен добро пожаловать или посторонний вход воскрещен там вот эта знаменитая выиска дети хозяева лагеря то есть здесь тут у нас уже как сказать то самое ружье, которое выстрелит чуть попозже из Едема выходила река для рожения рая и потом разделялась на четыре руки на четыре реки имя одной Фессон она обтекает всю землю Хавила ту, где золото и золото той земли хорошее тамбдолах и камень Оникс имя второй реки Гихон она обтекает всю землю Куш имя третьей реки Хиддеке она протекает пред Осирий четвертая река Ефрат ну то есть это все в Месопотамии вот здесь историки как раз и цепляются за это говорят, что Эдемский сад это, судя по всему, персидское и когда-то, видимо, там было, я не помню, что археологи говорят ну, по-моему, там действительно было четыре эти четыре реки да, сейчас их две тигры и яблоки да, то есть Месопотамии современные где-то в районе Ирака, Ирана в тех местах Лижний Восток, короче, где до сих пор где до сих пор очень весело и долго еще будет да и взял Господь человека и поселил его в саду Эдемском чтобы возделывать его и хранить его и заповедовал Господь Бог человеку, говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь вот такой хозяин царь земли, вот такой властелин и ему дается первый закон, получается да он говорит, он туда, во-первых, не говорит, а чтобы возделывать ну, этот сад и хранить его, ну, этот сад человека поставили ну, это называется управляющий да манагер манагер еще раз человека туда поставили чтобы возделывать сад и хранить его то есть он даже не агроном, понимаете? это не агроном он просто агроном Бог здесь, архитектор человек будет теперь с этим заниматься типа лесника? все-таки работать работать или нет ну, работать, но он как бы он же питается от этих плодов то есть все равно он то есть еще зарплату не платит я могу съесть эту сливу я могу съесть эту сливу, она в центре, да значит не можешь вообще что твое но древо познания добра и зла то есть все-таки здесь получается человек уже да 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 еще раз когда слушаешь онлайн когда все вместе говорят это ужасно а где там про древо жизни потом? про древо жизни про древо жизни про него вообще ничего толком не рассказывать про это древо жизни потом в упаковке где-то воскресенье тут оно будет там упомянуто один раз то есть получается человек уже все равно ему мало того что ему дает некое правило некую первую заповедь человеку ты не просто делаешь что хочешь у тебя все-таки есть ты должен себя ограничивать ты возделывай ты заборься тебе нельзя есть вот это да причем почему есть нельзя не объясняется мне кажется это не важно может быть он даже никакой не особенный он например почему он говорит как я могу тебе объяснить если ты еще не съел ты не поймешь если и такие стрелочки горят просто в сторону тут тоже эту историю можно будет по-всякому трактовать но давайте дойдем до ее драматической развязки я хотела пошутить из этого как раз фильма про посторонник знаете в котором ты вкусишь от него смерть и умрешь так Виночкин потерял друга я не смотрел а вам не хочется здесь остановиться вообще-то напереживаете ну нет в смысле это же очень важный момент первого появления запрета ну то есть для чего какую роль здесь играет запрет и наказание что за наказание такое что значит умрешь что ты даже не наказание это просто с тобой случится вот это они даже не знают что это они даже не знают что такое смерть друзья первое упоминание запрета было когда он там воду надвое поделил он же запер ее да твертью чтобы была вода над и вода под и они не смешивались. Вон как раз иллюстрация стоит. А вот у меня вопрос по поводу умрешь. Это вообще плохо или это просто факт? Станешь смертным спойлерем. Можно ли сказать, что умрешь здесь как вездесущим станешь? Перестанешь скорее. Ниночка, ты сейчас умрешь. Голчонок там была. А, Ниночка была у Шурика. Все, все, пардон. Ниночка, пардон. Голчонок. У меня все нормально. Ограничение, которое приглашает, как будто бы очевидно само себя нарушит. То есть оно создано для того, чтобы узнать, что будет если. Но здесь борозды правления на самом деле этим законом Господь уже полностью передает своему творению. То есть он его обожествляет полностью. Ну как полностью. Свободу дал, да? Ну да. То есть он здесь ему дает то, что... А теперь знай, что может быть это и вот это. И ты можешь попробовать. И как бы такое. И оставил. Ну будет наказание за это. Не то, что будет наказание, но с тобой случится вот это. Ну да. Вот я об этом и говорю, что это не плохо. Это просто, ну там, смертью умрешь. То есть выход есть, если что, из этого. То есть я создал раба для того, чтобы ему дать возможность... Стать свободным. Не то, чтобы стать свободным даже. Ну как будто бы... Рабом другого. Не то, что... Разделить, что ли, со мной вот это знание или что-то такое. Стать мне подобным уже в каком-то более широком ощущении. Ну пока я не осознаю себя и не различаю, я и не знаю о смерти. Точно. Это граница себя. Да? То есть я заканчиваюсь в этот момент. Или даже не начинаю. По одной из трактовок, не знаю чьей, но когда-то я слышу, что когда человек просто не готов был в этот момент познать добро и зло. Если бы он выдержал этот запрет, потом он мог бы уже в более зрелом виде впустить это яблоко, а пока что маленький. Нормальная православная трактовка. Она такая и есть. А как бы он созрел тогда? Что? Ему надо было идти по той лестнице, которую заготовил ему Господь. Там она немножко указывается, эта лестница. То есть он именно для этого в центре поставил и сказал ему? Да. То есть трактовка вполне имеет право на существование, потому что там дальше будет, да, чтобы Господь дает ему какие-то полномочия. Вот одно за другим, если бы он брал, то это сделает. А пока что ты маленький, тебе не положено. То есть это такое бордо посреди сада как бы. Ну то есть ты либо поддаешься на это, и начинается твоя вежливка, да. Упражнения в воле твоей идет. Либо ты идешь конкретно, вот так вот, как по батюшкиным следам, значит, по этой лестнице, условно говоря. То есть это как первые испытания человеческие. Да. Человек, он... Нервое испытание было просто. А второго не будет. Второго не будет никогда. Интересно, что было вторым? Получается испытание выбором, да? Да, будет. Даже, наверное, желанием. И скажем так, таким-то... Испытание запретным плодом. Испытание запретным плодом. Ну, написать. И это, кстати, та же случайность, получается. То есть здесь у нас появляется случайность элементов. Типа, что решить? Ну, она запланированная. Настя тут пишет. То есть здесь у человека появляется своя воля. Да нет ее там. Ну, не, вот подожди. Да, появляется. Оказалось, что нет, получается. Возможность появления. Собода выбора. В любом случае проявляется. Она не нарушит уже все. Это уже его воля, получается. Такая запланированная генпланом. Ну, да. Почему-то мне вспомнилась сказка «Синяя борода». Ну, я тоже сейчас про нее думала. Она вообще похожа. Очень похожа. В смысле похожа? Ну, вот где шикарный, потрясающий замок. А он сидит ждет, когда откроют. Да, вот тебе замок восхитительный. Ходи, где хочешь. Кроме одной комнаты. Ее никогда не открывай. А за ней смерть. Ну, я думаю, скорее эта сказка произошла уже от этой смерти. Ну, да. Ну, понятно. Тогда у меня для вас вообще мегавеселый вопрос. Если там, значит, основное карание – это смерть. И вот оно как бы уже над нами случилось. И получается, что сейчас мы все с вами такие живем, зная, что к нам придет карание. Ну, вот та самая кара – смерть. Что кто-то там, какой-то первый человек, вкусил, значит, ту самую смоковницу. И вот, значит, мы ждем вот этой вот смерти. То есть сейчас получается, что мы вообще не имеем выбора. За нас выбрали. Ну, мы же страдали. Мы не имеем доступа к выбранному. Уже снято все в начале эры. Мы не имеем доступа к выбранному. И при этом все нас точно ждет познание некое. Ну, то есть столкновение с этим опытом. Угу. Ты сама какой бы выбор сделала? Что ты… Какой я бы выбор сделала? Конечно же, я бы, безусловно, съела эту штуку. Ну, простите. Какая бы она мерзкая не была на вкусе. Это мне очень… Мы тысячи раз так делали в юности, в подростковом возрасте. Смешаешь что-то с чем-то, сожрешь, и потом говоришь, никогда это не ешь, и приносишь это другу. Интересно. То есть ты такая, да? Никогда это не ешь. Окей. Да. Да, в смысле, да. Господь говорит, вот в центре дерева, не вздумай, есть. Ну, хорошо. Пошел, работаем, да? Да. Серьезно. Ни сиди на холодных детей не будет. Мне кажется, когда появляется какой-то такой запрет, все остальное, кажется, ну, декорацией. К запрету. Это все уже не важно. Важно… Вот там настоящая жизнь. Жизнь. Вот там настоящий интерес. Слушай, а Бог тогда страж? Ну, он такой, да, да? Он демон, извините. Никого не хотел обидеть. То есть получается, что в каком бы уголке сада не росло это дерево, после того, как Бог обозначил, это стало центром сада. Это стало центром сада. Причем за каждое дерево. Потому что оно реально имеет какое-то вообще влияние на происходящее. Все остальные деревья не имеют никакого влияния. В центре внимания. Терри. Что ты руку тянешь? Нет, как будто ты можешь через это дерево повлиять на происходящее. Да, да, ты можешь включиться. Уважаемые коллеги. Я все-таки еще раз просполяю. Хочу сказать, что на самом деле Адам, судя по всему, не задумывался о том, чтобы съесть это яблоко. Он все устраивал. Пока не появился загадочный гражданин. Давайте на этот перерыв сделаем, пожалуйста. Смотрите, у нас есть два абзаца в этой главе. Три абзаца в этой главе? Нет, перерыв. 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 Окей, щас. Окей. Джа, перерыв 10 минут. Останови. Значит, здесь.